Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня видео первые признаки сахарного диабета. Полностью разбираю от А до Я, но быстро, кратко, четко по делу. При сахарном диабете второго типа, в отличие от первого типа, инсулин, который вырабатывается бета-клетками, то есть островками лангерганса поджелудочной железы, хотя его и достаточно, и даже может быть много инсулина, но он не воспринимается рецепторами клеток и не может провести тем самым глюкозу в клетке и выполнить свою задачу. Тогда растет в крови и количество сахара, и количество инсулина, а они разрушают сосуды, нервы, почки, головной мозг. Нарушается энергообмен, растет жир, живот, складки, остается мало силы и энергии. Инсулинорезистентность, с чего все начинается, есть практически у 70-80% населения в наши дни. Как изменилось питание у разных народов? Начали расти животы и бока, как у народов Крайнего Севера или Полинезийских народов каких-нибудь, Южных островов. А они всегда были худые, поджарые, подтянутые раньше. Помните, все углеводы, кроме клетчатки, превращаются в сахар. То есть полисахариды и дисахариды распадаются до моносахаридов, из которых всегда появляется либо глюкоза, либо фруктоза. Есть скрытый сахар, непрямой. Люди считают, что именно сахар, то есть сахарный песок, крупка или кусковой, есть проблема. И говорят, я это не ем, мы продукты с ним. Но это не так. Все продукты, в которых есть глюкоза и фруктоза, вызывают инсулинорезистентность. Все, что на вкус сладкое, все складывается, суммируется. А начинается все с детства, с конфет, мороженого, газировок, с пирожных и тортиков. При том, что еще дети и вообще люди взрослые потребляют и фрукты, и ягоды, и фруктовые соки. И уже к 10-12 годам, а то и раньше, возникает инсулинорезистентность, то есть невосприимчивость клеток к гормону инсулину. На смену гипогликемии приходит гипергликемия, и все растет, как снежный ком с горы. То есть возникает преддиабет, ну а потом уже сахарный диабет второго типа. Ну и прочие болезни, вытекающие из этого состояния. Ну а теперь признаки. Если их несколько, помните, это очень плохо. Акценты кое-какие я сделаю по ходу перечисления вам признаков сахарного диабета второго типа. Ну отчасти и первого. Итак, сухость во рту периодическая. И даже при малых физических работах. Повышенная и даже постоянная жажда даже ночью. Частые походы в туалет по-малому. Организм так пытается вывести глюкозу, то есть с водой, с мочой. Особенно ночью. При этом, разумеется, страдают почки, так как именно через них проходит большое количество концентрированного сахара, взятого в мочу из крови. Следующий признак – постоянная усталость. Особенно по утрам, после сна, когда усталости быть не может. Еще характерный признак – сонливость после приема пищи. А должна быть энергия. А выражение после сытного обеда полагается поспать как раз с теми лентяями, бездельниками и больными людьми, придуманные, чтобы оправдать свои проблемы со здоровьем. И любовь вкусно пожрать. Далее. Трещинки на руках, ногах. Плохое заживление ран. Расчесы, которые плохо заживают, долго. Туман перед глазами. Ухудшение зрения. Как следствие разрушения микрокапилляров сосудов. Ну и дефицитного состояния некоторых витаминов, разумеется. Чешутся уши и глаза. Кожный зуд. Вообще. Особенно к вечеру. Зуд половых органов, особенно у женщин, характерный признак. Потемнение локтей, кожных складок, шеи. Истончение и шелушение кожи. Ороговение кожных покровов. Частое раздражение нервное. А поели – и нервы проходят. Говорят, мужчина злой, если не поел. Ну вот это у него беда, у него точно есть инсулинорезистентность, как минимум. Не должны приемы пищи, их отсутствие, влиять на настроение на нервную систему. Значит, компенсаторные функции организма уже снижены. Они менее и покалывание в руках, ногах. Полинейропатия, из-за чего она возникает, из-за разрушения сосудов и нервов, высоким сахаром в крови. Постепенно возникает нарушение чувствительности. Дорогие друзья, я представляю вам новый свой канал на платформе Boosty. И предлагаю вам на него подписаться. Вы можете перейти по ссылке под этим видео и прочесть, о чем там будет размещаться информация и уже размещается. Потом, проблемы с кожей такие. Прыщи, угри, кератомы. Как следствие, рост избыточной массы тела жировой ткани. Некоторые люди так и говорят, я ничего не ем, а толстею. Во-первых, они, конечно, едят. И у них более 25 грамм сахара в сутки. Из всех продуктов, которые они съедают точно, на 100% гарантированно. Но они этого даже понять не могут. Кстати, разрушается головной мозг. Поэтому способность к аналитическому мышлению, адекватному восприятию реалий и аналитика причинно-следственных связей у таких людей сходит на нет. Но приступы голода отдельно выделю, особенно на ночь. Ну а после еды, как я говорил, усталость, хочется спать. Плохо поддаются лечению инфекции, особенно кандида. Выпадение волос снижается потенция. Склонность к аритмии из-за проблем с сосудами и сердцем возникает. Но не на ранних стадиях. Да, а что касается постоянного голода и жажды перекусов. Так вот, кто говорит из диетолога, что надо есть дробно, часто, помалу, это неуч и это профнепригодность. Категорически никаких перекусов быть не должно. А жажда перекуса возникает именно из-за инсулинорезистентности, либо уже в следующих стадиях развития сахарного диабета. И знаете, что так вы поддерживаете и усугубляете свою проблему. Что делать? Ну, например, кето-питание отчасти веганское, где нет мяса и молочки, но, например, есть куриные, перепелиные яйца. Например, яйца и авокадо, это чистый жир авокадо, и чеснок, лук для хорошего желчного введения, листовая зелень, вот прекрасный завтрак, ноль практически глюкозы. Энергия будет дана из жира, постепенно биохимия перестроится. Разумеется, в этой лекции я не могу говорить обо всем. Посмотрите мое видео, а что же тогда есть? Из-за инсулинорезистентности повышенного сахара постепенно развивается слабоумие и болезнь Альцгеймера. Эти болезни недавно ученые стали называть сахарный диабет третьего типа. Развитие кандидозы и других грибков на фоне высокого сахара неизбежно рано или поздно. И кандида, та же Альбиканс, ну, молочница у женщин, к примеру, полностью никогда не излечивается, постепенно проходит, потом возникает опять, пока вы не уберете. Главную причину – сахар в пище. С возрастом все проблемы, которые я перечислил, усугубляются. Что делать? Ну, во-первых, сдать анализы. Во-первых, анализ крови на уровень сахара натощак. Тест толерантности к глюкозе и определение гликированного гемоглобина. Но главное четвертое – тест на инсулинорезистентность. Вот что самое главное. Что делать? Можно ли вылечить в этом смысле? Можно. Сахарный диабет второго типа лечится абсолютно точно, легко, на 100%, ну, легко это условно. Это если человек только кардинально изменит свое питание, то есть уберет причины образования сахарного диабета второго типа, или преддиабета, или инсулина, резистентности, что еще пока проще. Никаких перекусов. Интервальное питание или, по-другому, интервальное голодание. Смотрите об этом мое видео. Помните, что не должно быть более 25 грамм сахара, ну, максимум 30 из всех продуктов, получаемых вами, из всех продуктов, съедаемых за этот день. Переход на разумное, адекватное кето питание. Движение, активность, ну, дополнительный прием витамина В12, если есть его дефицит, Д3 обязательно, в любом случае, витамина С. Применение отдельно и дополнительно калия, и обязательно хрома, например, пиколенад хрома препарат. Это основа основ. И я вам порекомендую очень важные видео, просмотрев которые, вы поймете про эту тему сахара, болезни с этим связаны, и так далее, вообще все, вообще все. Это несколько десятков видео. Некоторые из них основополагающие, например, видео «Инсулинорезистентность», «Почему все время хочется есть», «Что будет, если вы откажетесь от сахара всего на 10 дней», ну, и так далее. Ссылки для вашего удобства я оставлю вам под этим видео на мой раздел, то есть плейлист на канале, который так и называют «Сахар, инсулинорезистентность, диабет». Также я оставлю вам ссылки на важные продукты и добавки, которые помогут решить вам эту проблему, в том числе с обжорством. Внимательно посмотрите ссылки, которые я вам оставлю. Знайте, что мы отправляем все наши товары в любые города России и страны мира, от Грузии и Казахстана до США и Германии. Ну и, конечно, как всегда, я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Жду ваши комментарии, предложения и вопросы под видео в чате. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok